Всем привет наши дорогие подписчики и зрители канала. Я сегодня вас приглашаю в новый влог. Мы сегодня поедем все дружно. Все дружно едем в центр Алани. По традиции я хочу вам показать виды с нашего замечательного лифта. Посмотрите, у нас стеклянный панорамный лифт, где открываются шикарные виды на горы. Гляньте, какая обалденная. Мы живем на восьмом этаже и спускаться и подниматься одно удовольствие. У нас, к сожалению, здесь машины нету. Мы путешествуем по Турции без машины. Конечно, с детьми это не совсем удобно, потому что приходится куда-то топать и так далее и так подобное. Но в целом здесь очень развитое такси. То есть здесь почти на каждом столбике, через каждые 10 метров висит банка, на которую ты нажимаешь на кнопочку и к тебе подъезжает такси. Такси, как правило, ездит по счетчику и стоит, в принципе, недорого. Мы доезжали, мы ездили разный километраж, но единственное, что если вы в Турции, за такси надо расплачиваться лирами. Потому что мы как-то ехали в центр Анталии, ну, как бы от нашего дома в Анталии, где мы снимали, в центр Анталии с долларами. У меня лир, короче, не хватило. И получается, что мы переплатили аж 300 рублей. Вот это как есть лайфхак. И если передвигаетесь здесь на такси, то лиры обязательно. Спустились мы от дома главной дороги, первой главной дороги, следующая главная дорога, там чуть ниже. Вот. Мы живем, покажу вам, вот он комплекс. Вот они, лодочки торчат на балконе. Маймарин называется. Здесь магазинчики, где мы покупаем еду. И вот она банка. Вот такие банки вообще повсюду. Просто нажимаешь на кнопку, и к тебе приезжает такси. В Алании, конечно, здесь чуть подольше нужно ждать такси. В Анталии они приезжают вообще мгновенно. Только нажал, минута проходит, и такси уже возле тебя. Так, ну минут, наверное, 3-4 мы, наверное, постояли. И вот подъехало наше такси. Будем грузиться. Мы погрузились и двигаемся по замечательной улице. Слева набережная, море, пальмы. Вот он указатель. Алания. Едем прямо. Варуш. Не совсем четко получилось. Пришлось снимать деньги в банкомате. Тристалир снял, потому что у меня не хватает рассчитаться за такси. Очень странный таксист. Я ему сказал, типа, там останавливайтесь. А он, короче, попер нас дальше. Ну да ладно. По цене. Вышло такси 95 лир. От Махмутлара, получается, вот до порта. Но единственное, что можно было бы и за 80 доехать, но он здесь начал крутиться. Я думал, мы там выйдем и просто пешочком дойдем. А получается, что он нас привез вообще-то сюда, прям в центр. И нам вместе с вами, чтобы начать выпуск, либо сейчас нужно туда вернуться, либо вернуться в ту сторону и оттуда начать идти. И вот мы решили, что все-таки мы, наверное, туда пойдем. Итак, наши дорогие зрители, мы все-таки начали прогулку не с того конца, как я вам изначально показал, а вернулись все-таки сюда-сюда, идти ближе. И пока мы шли, я четко увидел некоторые моменты, как Турция резко отличается от России. И их я вам покажу сейчас. Давайте начнем нашу прогулочку и кайфуйте вместе с нами через экраны. Тук-с, Настин там, он танцует, довольная, счастливая. Кукурузы купи? Я Мирончику выжил. Они все закрыты в палатке. Кукурузы купи, ну понятно. Здесь застройка, это вот центральная улица, по которой мы и ехали. Я его примерно здесь и просил нас высадить. И первое отличие, которое я хочу вам показать, это здесь повсюду стоят вот такие вот крантики. Но мне кажется, это не питьевая, типа для умывания перед молитвой, наверное. Да-да-да. Наверное так, но не факт. Если вы точно знаете, напишите в комментариях. Но вообще смысл того, что они здесь стоят повсюду, ты всегда можешь подойти, помыть руки, это уже как бы хорошо. Здесь река впадает в море. И посмотрите, сколько здесь рыбы. Я надеюсь, вам видно. Вон, Родион даже говорит, давай удочку закинем и половим. Пойдемте дальше. Конкретно ничего не работает. Ну, потому что сейчас они готовятся. Я сейчас вам покажу. Там собирается рынок. Видимо, здесь рынок выходного дня будет. Плюс здесь уже устанавливают елку. Мы сейчас вместе с вами дойдем. Смотрите, какие здесь есть лавочки, где можно так посидеть и понаслаждаться замечательным видом на море. Сегодня волны почти нет. Ну, просто минимальная она. По-прежнему банки для вызова такси. Видите, они здесь вообще везде. Здесь настолько просто с такси. Не нужны никакие ни приложения, ничего. А еще я хочу вам показать вот это вот дерево. Вроде елка, а что-то непонятное. Гляньте, какие у нее типа иголки. И они здесь вообще повсюду. Их огромное количество. Я вот первый раз вообще такие вижу, в принципе. Высоченные пальмы, как в Майами. Красивые, да? Вообще смотрятся шикарно. Очень интересная заброшка, смотрите. В Турции таких вообще минимум. У них строгие законы. Они демонтируют вообще. Но почему-то три этажа сверху не достроено. Причем второй этаж, видите, сдан. Там живут. А остальное выше нет. Очень странно. Причем это первая линия. Здесь фикс прайс. О, да, вот желтая вывеска. Фикс прайс. Но это явно не наш фикс прайс. Это просто так называется. Причем он, кстати, закрыт. Здесь есть большое количество пляжей. Первый пляж, вот он. Сейчас скажу, как он называется, чтобы вы тоже ориентировались. Ресторан, кафе, лаунч. Пул бич. Кококос. Пул бич. Вот у них такая достаточно прикольная территория. У них есть бассейн, который сейчас не функционирует. Растут на территории бананы. Вот видите, как красиво. Все зелено. Рестораны. Вот можно вот так вот очень интересно провести время. О, блин. Да. Вот какие шишки от этой елки. Видите? А, вот мои шишки. Да. Шишки вообще интересные. Пацаны подобрали. Мягкие такие. Это у нас лебедишки только не видели. Классно. А мы вот с вами будем уходить в такую старую часть. Идти уже до порта. Вот. Покажу вам корабли. Я часть уже посмотрел. Шикарно смотрится. Великолепно. Покажу вам сейчас здесь снизу вид на гору, на которой мы были. И покажу виды с этой, конечно, горы. Вот буквально чуть похоже. Не переключайтесь. Здесь есть ресторан. Местный. Очень много там сидит турков. И мы, кстати, где нам кушать, выбираем вообще постоянно по принципу. Вот мы идем. Видим, либо там сидит много русских, как вот мы вчера, например, ужинали. Либо мы смотрим, что очень много местных. И мы туда заходим. Значит, скорее всего, прям там будет very good. Так, здесь такие домики резко напоминают первую линию Адлера. Видите, такие непонятные. А дальше идет опять вход на пляж. Он называется Sea Garden. Ресторан, пляж, кафе и бар. Здесь, соответственно, парковка. Я думаю, что если вы на своей машине, то можете подъехать. Но единственное, что пляжи сейчас, вот эти вот, они закрыты. Не функционируют. Видите, у них все убрано. И никого тут нет. Но летом, естественно, здесь все очень шикарно в сезон. Есть бесплатные Wi-Fi. Все как нужно, собственно. Как турки оказывают сервис. Я думаю, что вообще великолепно. Дальше. Следующий, видите, проход уже называется Elvis Beach. Кафе-бар. Висят вот так вот флаги различные. А он функционирует. Я здесь видел парень. Убирается. То, что турки очень любят детей. Это я уже говорю, говорю, постоянно говорю. Повторяюсь. От этого, конечно, когда-то родители. Очень-очень приятно. Поэтому у них здесь огромное количество детских площадок. Причем детские площадки, они не ушатанные, как у нас в России. А они новые, всесовременные. Вот еще один пляж. Несса Beach Club. И еще я вам сейчас покажу, чем отличается... Очень сильно отличается Турция от России. Я просто такого не видел на нашем берегу. Как они укрепляют свои рестораны, которые стоят на пляже. Если у нас все это дело в волну разбивает, размывает. То здесь, смотрите, они завозят вот так вот очень много песка. И строят вот такую вот стену. Прекратируйте. Видите, как это выглядит? И типа вот эта вот куча песка, она по идее должна спасти от волны. Но вообще это не факт. Как это выглядит сейчас со стороны, я тоже вам покажу. Мы сейчас пройдем здесь на бетонный такой мост. Видите? Вот следующее кафе, и его тоже вот так вот укрепили песком. Я просто здесь вчера проезжал на машине. И видел, как здесь трактор засыпал все это дело. Называется вот этот пляж Фирст Бич. Видите, как интересно. Я не знаю, спасет ли это горсть песка вот какой-то серьезной волны. А посмотрите, какой пустой пляж. Да не кричи, пожалуйста. Да. Видите? Пляж классный. Пляж пустой. Песок. Его убрали, да? За вот этой вот горой находится пляж Клеопатра. Мы, естественно, в следующих выпусках с вами туда сходим. Да, за горой он прям находится. И с этой стороны тоже вы можете заметить, что пляж пустой. Очень много мусора. Вы только посмотрите, сколько мусора. Блин, ну вот это, конечно, просто печальная история. Еще тут только нет. Ну, скорее всего, это намыло штормом. Но, тем не менее. Я часто тоже об этом говорю в выпусках, что турки любят мусор, любят мусорить. И убирают мусор очень хорошо только возле каких-нибудь отелей. Вот такая приотельная территория. А на пляжах вот такой вот срач. Да. Жесть. Ну, слушай, у нас в Сочи даже вне сезон убирают. Вспомни. Ну, а самое главное, конечно, посмотрите, какие из этого пляжа открываются шикарные виды на высоченные горы. Вон там вот просматриваются снежные шапки. Ну, а мы с вами идем дальше. В сторону порта будем смотреть на шикарные лодки. Попробуем узнать по цене, сколько стоит прокат. В Сочи стоит от 800 рублей час на человека. Но посмотрим, сколько стоит здесь. Кстати, обратите внимание, здесь вот стоит автодом на турецких номерах. И вот люди там живут. Видите, дверь открыли, подножку выставили. Значит, кто-то, может быть, занимается. Вот, может быть, он и оттуда. Так. Опа. Двигаемся дальше. Я как-то говорил в выпуске, что турки наелись, как говорится, море. Они очень любят пикники. И здесь очень много зон, где можно пожарить шашлык. Стоят везде столики. Все это дело очень ухожено. Вот прям очень. Видите, газончики. Здесь, конечно, мусора нету. Но кто-то вот так вот кушает и оставляет за собой. Никогда так не делайте, если вы приезжаете куда-то отдыхать. Не нужно мусорить. Берегите природу, берегите то, что мы имеем. Здесь начался выставление рынка, который, видимо, будет на выходных. И еще вам покажу, насколько здесь в Турции любят животных. У них вот стоят вот такие вот аппараты, где ты можешь закинуть сколько-то? Одну лиру, по-моему. Одну лиру, да? Одну лиру. И животным упадет в корм. Животные подходят, кушают. Нет, так ты сидишь в том, сколько в кормах. И все это дело питается от солнечной батареи. Вот таких вот аппаратов здесь полно. Здесь готовятся к рынку. Впереди выходные. Здесь будет большущий рынок. Огромное количество палаток. Масштаб, конечно, завораживает. Посмотрите, здесь все выгружают, выгружают столы. Самое, что интересно, смотрите. Ставят елку. В Турции тоже есть Новый год. Здесь будет представление. Уже готовится сцена. Здесь, видимо, какие-то даже, знаете, не рынок будет, а новогодние прям ряды. Не знаю, насколько красиво ее украсят. Но она огромная. И установлена, видите, сцена. Там устанавливают уже музыку. Светомузыку, фонарики, гирляндики. Все это с пальмами. И я думаю, что вот здесь вот будет тусичь. Пойдемте поближе я вам покажу. Видите, повесили уже снежинки. Музыка, все, аппаратура уже привезена. Возможно, здесь даже будут проводиться какие-то елки. Висит экран. Висит второй экран. С видом. Елка с видом на горы при температуре где-то 21, наверное, у нас сегодня. Мы вот уже даже сняли себя верхнюю одежду. Утром так прохладненько было. А сейчас вообще потрясающе. Какие шикарные, красивые пальмы. Кстати, смотри, что здесь есть еще. Вот такая штука. Столб такой. Здесь можно подзарядиться. Не кричи, пожалуйста. Беспроводная, типа, зарядка. Также есть еще розетка. Вот, USB-шка. И это как бы станция Wi-Fi раздает. Здорово. Стойка смотрится, конечно, очень-очень современно. Не какая-то там рожавая, как в Анталии. Красиво, хорошо. Сюда нужно еще будет попозже приехать. Посмотреть, что за ярмарка здесь будет. И непонятно, почему-то сейчас все палатки закрыты. Настенька вот хочет кукурузу. Говорит, копей мне кукурузу. А я говорю, а где же я тебе ее куплю, если здесь все закрыто? Вот еще кусок пляжа. Мы сейчас с вами пойдем через весь порт и пойдем в маяк. Это наша, наверное, будет финальная точка. Здесь дальше есть такой проход. И мы попадаем, видимо, в какой-то ресторан, где мы рыбку смотрели, какая есть. Здесь люди сидят. Очень сильно пахнет рыбой. И немножко по ценам вам покажу. Пельмени в хлебе 25. Тригадельки на гриле 45. Рыба в хлебе 25. Решетка морской баз. Морской лещ на гриле 80. Нет, да, похоже. Похоже? Да. Да, здесь можно, конечно, подойти вот так вот. Мы покушаем, пока тепло, пока очень быстро. Морь. Смотрите. Но море непрозрачное. Видимо, тут из-за шторма цвет, конечно, подиспортился. Настенька вот предлагает, давай покушаем рыбки. Но еще раненько. Так что мы сейчас еще погуляем с вами. И обязательно пообедаем, отведаем рыбку из Средиземного моря. Продолжаем двигаться дальше. И начинаются уже непосредственно корабли. И вот сразу в глаза бросается. Это не такие яхты, как в Сочи. Вот в Сочи такие, знаете, дорогущие стоят. А здесь какие-то деревянные, какие-то свои атмосферные. Есть экскурсии. Также вот у них такие указанные номера, ватсапа, да, как можно связаться. Вы знаете, сколько стоит часовая прогулка? Здравствуйте. 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 А сколько стоит часовая прогулка? Хорошо. А сколько стоит? Сейчас уже один час. Пещера тут посмотри. Не-не, сколько стоит? Скажите, мы сейчас не поедем, нам просто цена. 30 долларов. 30 долларов? Человек? Нет, тотал. Сейчас уезжай. А, 30 долларов нам на всех? Да. А, я понял. На мою коронапандемию проблем, big problem. А, ага. Сизм, финиш, один фамилий, уезжай. Все, я понял. 30 долларов. Куда? Хочу ехать. 30 долларов? Ходит. 30 минут, 30 минут, 30 минут, 1 час. Ред, Тауэр, Бот, Пайрот, Пещера, Либли, Пещера, Эксид, Джампинг, Фосфор, Пещера, Кривопатра, Плаш, Дельфин, Карете. Ух ты, очень круто. Чай, 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 кофе, мишпилатна. Здорово. О, здорово. Коля, панта, коль, мишпилатна. Я понял. Сейчас включай. Мы все-таки совершили часовую прогулку на этом катере. А посмотрите, лучше полный выпуск, насколько это было потрясающе. И продолжаем с вами сейчас прогулку вдоль морского порта. Здесь, кстати, вот я говорил, ничего не работает. Вот сейчас уже стало все работать. Настенька вот уже заказывает кукурузу. Сегодня прямо у нас такой будет выходной. Интересно. Здесь вот жареная есть, есть вареная. А здесь вот прям такая в турке. Варят. Не знаю. Прикольно. Мы пока не заказали кукурузу. Настенька кормит Мирона. Он проснулся. А в чем показательство? Такая есть площадь. Прямо напротив всех лодок. Это площадь, как я понял, для кошек. То есть, смотрите, здесь у них какие-то домики. Стульчики для них сделаны. Вот такие специальные домики. Конечно, Родион не может пройти мимо ни одной кошечки. Он, конечно, так любит сильно животных. Да, Родюлька? Такая здесь даже прям фотозона. Вот, можно вот так вот сесть здесь, сфотографироваться. Видите, стульчики. Я не знаю, что вот это такое. Может быть, это какие-то примерочные кабинки. Какие-то интересные. Но они... Они все закрыты. Не знаю, что такое. Мы решили, что нужно сначала пообедать, потому что время обед. Покушать рыбу, где вот изначально мы вам показывали. А потом продолжим уже непосредственно прогулку. Так что пойдемте обедать. Нам сказали, что вы садитесь, а мы к вам подойдем и примем заказ. Вот мы сейчас куда-нибудь сядем, чтобы был у нас и вид шикарный. Вот куда-нибудь сюда. Сюда, Настен, сюда? Давай сюда. Я понял. Вот, вот сюда вот сядем. Посмотрите, какой у нас будет шикарный вид с корабликами. Вот нам принесли меню. Меню у нас такой стандартный. Да, давайте сразу. Шикарный. Так, быстро по ценам. Вот эти вот фрикадельки-то рыбные? Да. Рыбные есть. И мясо, котлетки тоже есть. Между хлебом. Давайте нам две. Две. Так, нам принесли уже чай. Как всегда, первым делом чай. Классный сок, банки. Спасибо. Вау, это как газировка. Блин, с каким мы сегодня видом покушим. И самое главное, за сколько в конце я вам, естественно. Покажу. Панорама гор. Аааа. Какая красота. Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Мой брат-брат-брат-брат-брат. Чем мы занимаемся? Пока ждем еду. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Вот нами принесли. Мы пи-пи-пи. прикольные типа с котлетой но действительно возможно вы мне сейчас скажете а ты чё нам показал пакеты какие-то смотрите вот так выглядит у пацанов вот темка уже ест и у нас нас не кого так вот с рыбой видите вот так вот шукс обалденно я надеюсь что костей там не будет и мы нормально покушаем здесь на столах оставляют в общем вот такую штуку типа то что мы заказали вот мы там типа несколько чёв заказали он подходил сюда дописывала чем сейчас будем рассчитываться так вышло у нас на 158 лир оплатили по картинку так ну все отправляемся гулять то сначала нужно уложить спать мирончик а переводе наши деньги это 850 рублей просто обалдеть 850 рублей покушать с таким видом возле моря в порту я не знаю если мы бы поели в сочи и такой еды это вышло бы я не знаю рубля наверное два точно но это даже наверное минимум учитывая какие там дорогущие заведения прямо в морском порту пацаны кукурузу хотят да соль вот так вот это рассыпчатая то есть есть разные стаканчики среди маленький большой вот ее солят не дают стаканов дают ложечки еще можно купить каштаны вот смотрите одноразовые ложечки ты идешь чтобы не кукурузу есть а просто такой вот уже почищены 15 лет а вот за вот этой большой яхты маленькой стоит корабль прям капитан джек воробей ну да здесь конечно такой ценой бы не обошлось да прикольно здесь прям именно видимо групповые экскурсии дальше еще большие корабли стоят на любой как говорится вкус и цвет а мы продолжаем прогулочку он сейчас пойдем он туда сейчас только немножко мирона спать уложим мне понравился вот этот корабль внутри типа беленькие кожаные диванчики си ангел морской ангел на получается переводится а вот это уже пошли такие яхты такие назовем их сочинские но обычные типичные не такие не атмосферные как вот мы когда как мы поехали кататься вот такого деревянненький и старенький и гляньте с каким видом живут люди вот так вот на горе потрясающе по мне такой очень клёво как они туда заезжают не знаю да смотрят вообще друг другу прямо за руки можно поздороваться но все равно есть есть свой кайф во всем этом много что закрыто сейчас видите вот палатка с попкорном пока не работает мы сюда приехали еще все было закрыто да вы помните сейчас в большей степени пооткрывалась но тем не менее мало и мне очень нравится кстати что вот эти вот чуваки которые предлагают покататься на яхтах они не ходят не донимают как это в сочи да они будут стоят вот каждый возле своей своей информационной стойки и всего и оттуда могут что-то выкрикнуть эти подавать типа там поехали поехали туда-сюда вот вот так чтобы они ходили прям приставали там а давайте а застока туда-сюда здесь такого нету и это конечно очень хорошо потому что сочи вот этот морской порт это конечно потрясающая штука когда ты классно приезжаешь наслаждаешься но такие чуваки менеджеры они конечно очень сильно портят ухты смотрите какой интересный это якорь наверное даме я пока вам снимал этот красивый time plus насенька сходила на эти корабли узнала цену вот смотрите какой обалденный джек воробей и стоит покататься 15 долларов с человека да здесь цена в долларах 15 баксов переводите по курсу который сейчас есть по нынешнему на как вы смотрите и понимаете цену в принципе недорого но непонятно когда наберется команда чтобы всех отвезти вот это конечно вопрос так это на какие-то даты наверное насенька скорее всего да потому что ну вы сами видите и набережная пустая здесь не так многолюдно ухты а сейчас мы с вами знаете что сделаем мы сейчас с вами пойдем к водопаду еще хочу вам показать стойку вайфая смотрите как они здесь классно сделали как это смотрится хорошо то есть это не вот эти ржавые столбы даже как в эмиритинге красивая информация где ты можешь так вот взять совершенно бесплатно подзарядить камеру например либо телефон подключиться к вайфая ну разве это не здорово и ведь как выкладываю здесь клумбы готовится к чему не знаю к новому году хотел же хотел сейчас просто сказать блин а зачем они это делать если впереди зима и потом вспомнил что здесь как таковой зимы нет вот у нас декабрь середина декабря а мы ходим то в футболках то в кофтах и вот он водопад через дорогу смотрите какой красивый я правда не знаю искусственным или нет скорее всего нет с горы просто счет река они вот так вот интересно оккультурили ну конечно я не мог взять его так вот просто пройти мимо и не показать вам этот водопад ну конечно сам не посмотреть гляньте какая красотища сушки ну не знаю искусственный он или настоящий но он безумно красивый он так шумит я надеюсь миронтика не разбудит какая красота и вода чистая и вот видите это вот так вот все сливается а потом наверное скорее всего это все дело в море уходит ну вообще прикольно здорово сделали потрясающе цветы и ступеньки такие пещерки смотрите на горе стоят виды вот он форт великолепно еще здесь вот на этих лужайках установлен какие-то интересные памятники вот тут то ли женщина то ли кто а там вообще стоял типа маленький голый ребенок не не понимаю к чё к чему вот но они вот имеются на каждой лужайке говорится по памятнику вот еще такой типа корабль виде акулы подъезжали это возле красной башни стоит да вот мы сейчас подходим красную башню так и называется красная башня гордость гордость аланин насколько я читал но сюда дальше мы с вами проходим здесь уже совсем сочинский разгуляем но вы вот можете заметить что никто вам не лежит над ухом пойдемте прокатимся пойдемте прокатимся справа возле красной башни такой вот небольшой сквер с очень интересными деревьями вообще здесь столько деревьев которые я вообще увидел в принципе первый раз здесь даже на картинках не видел вот и здесь вот еще очередное кафе где также можно посидеть перекусить покушать рыба здесь конечно друзья вообще обалденная ну да вот все мы подошли уже к этой красной башни смотрите совсем вообще в упор подошли мы к этой башне самое интересное что я тут недавно смотрел там вот одного чувака и он классно сказал что грит я не знаю этого застройщика но строит он обалденно что сохранилось это здание смотри машина едет машина едет до наших дней это конечно вообще безусловно очень и очень прекрасно я вообще люблю вот эти все старинные постройки которые сохраняются как как вот вот как я не знаю как в те года наверное а мы сейчас попробуем пройти на маяк это наша ключевая точка на сегодняшнем нашем маршруте здесь радион машина я так понял что это платная парковка но не факт шлагбаума там нету хотя да это платная парковка там цены есть от 10 лир насколько не подскажу так надеюсь у нас получится пройти я уже видел что здесь мы впервые первый раз так вот прям слушать смотрите такие прям решетки заборы заборы и решетки здесь закрыто а вот здесь открыто супер значит мы сейчас пройдем опа вот насенька там не кричит а ты куда куда тебя понесло о на моя говорит туда можно пройти до насенька туда не можно пройти туда нужно пройти это же маяк конечно посмотри какая будка фото локация тебе . но все смотрите мы попадаем вообще в красоту о господи какие здесь и играя здесь рыбачки знак что на мотоциклах сюда нельзя заезжать ну и естественно вообще ни в коем случае не нужно много рыбаков видите все сидят рыбачат я говорю кто думает что рыбалка только на речках это для своего отца говорю это нет рыбачить можно везде еще и другую рыбу повкуснее другой как говорится опыт вон на поплавочек кстати и кайф и вот он впереди маяк мы сейчас прям к нему и подойдем идем к маяку и посмотреть какой здесь открывается вид на порт на бухту это вообще всю дорогу к маяку заняли рыбаки не вам пытаются что-то поймать надеюсь них получается я просто к не видел что кто-то что-то вытянул смотрите какая яхта алдан доган как так называется что и реставрирует красят собирают какие здесь потрясающие виды это вот прям топовая локация сто процентов если вы приедете турцию волонию обязательно посетите порт прям уделите целый день этому месту так у нас распогодилось вот солнце выходит все на улице прям пекло мы начинаем раздеваться еще ветерочка нет и мы подошли друзья с вами к этому великолепному маяку посмотрите какая красота здесь есть еще маячок вот он стоит но он такой маленький вот это основной маяк здесь можно спуститься вниз вот по лесенке дает а можно просто вот здесь вот сидеть и отдыхать здесь огромное количество турков которые сюда приходят как бы ну не на пляжах получается а именно вот сюда вот на вот эти камни слушайте просто просто обалденно вид потрясающе там что-то написано ким боя карантии белгейси ну короче я не пойму что написано но он невероятно красив а здесь еще кстати смотрите видимо люди приходят вешают замочки из походу отгуливают свадьбы блин ну конечно обидно что вот так вот маркерами расписывают стены это конечно жесть красота вот это финальная точка финальная точка нашего сегодняшнего маршрута то есть мы начали вот отсюда и вот так вот в круг прошли достаточное расстояние с детками путешествуйте с обязательно не стесняйтесь вот эту замечательную музыку заканчиваем выпуск я надеюсь вам зашла наша прогулка зашли эти виды великолепные не забывайте подписаться на канал поставить лайк выпуску по возможности сделать репосты социальной сети приглашаете на канал своих друзей знакомых близких это помогает развитие канала но мы с вами прощаемся увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике пока а Продолжение следует...